Сам о своем комфорте не позаботишься, никто больше не почешется. Хочешь, чтобы кресло было действительно комфортным, позаботься, чтобы оно в точности повторяло все изгибы твоей пятой точки. О, класс! Мягонько! Что? Вы говорите, хлеб в качестве подушки использовать неэтично? Ну, да, наверное, но очень комфортно. Свободу пяткам! Именно этот лозунг выкрикивал человек, когда делал в своей обуви дополнительные отверстия. Привет! С вами канал Фактория. Если вам довелось ехать в общественном транспорте, то позаботьтесь о том, чтобы место было комфортным. Ну, например, можно прихватить с собой раскладушку. Привязанность некоторых людей к своим машинам поистине удивляет. И имена им дают, и ласточками называют. Но все-таки стелить ковер перед гаражом – это уже немного за гранью нормального поведения. Эта идея граничит с гениальностью. Что может быть лучше, чем взять с собой на рыбалку целую кегу холодных напитков? А чтобы она не нагревалась, стоит ее прицепить к лодке на буксире. Заниматься спортом, конечно, очень полезно. Вот только одна проблема – это бывает довольно скучно. Так что, если уж вас загнали на беговую дорожку, то обустройте место занятий с комфортом. Вместо того, чтобы стоять над кастрюлей и ждать, пока в ней закипит вода, гораздо удобнее установить смартфон и наблюдать за происходящим на кухне по видеосвязи, пока сам удобно развалился на диване. Кто хоть раз ездил в жару в поезде, никогда не забудет это приключение. Если кондиционер не работает, то вагон больше всего напоминает духовку. В особо тяжелых случаях еще и окна не открываются. Но когда человек ищет прохладу, его ничто не может остановить. Но кто придумал, что телевизоры должны стоять вертикально? Ведь их гораздо удобнее смотреть лежа на боку. Так почему бы телевизор тоже не положить на бок? Кто запретит-то? Работа в офисе – это, конечно, не сахар, поэтому каждый старается как может облегчить себе жизнь. Например, снять обувь и представить, что под столом не коврик, а настоящая зеленая травка. В боулинг поиграть – это, конечно, хорошая идея, но это же нужно вставать, калории тратить. Че-то слишком сложно. О, идея! Можно ведь прийти в боулинг, удобно устроиться в кресле и играть в планшете, не вставая. Есть такие люди, которые нежно любят свой диван. Настолько сильно, что даже на пляж не могут выбраться без него. Но действительно, на пляже такого роскошного шезлонга не найдешь. Хотя некоторые, конечно, идут по иному пути. Вместо того, чтобы тащить с собой мебель из дома, они делают ее прямо на пляже из песка. И тут уже ничто не может остановить их фантазии. Диваны, кресла, столы. Дай людям волю, они на берегу весь дом скопируют. Но любители максимального комфорта даже до пляжа не доходят. Они устраивают себе бассейн. Из подручных средств, разумеется. Вообще, это удобно, когда под рукой оказывается пустой кузов КамАЗа. Когда собираешься вечером поиграть в домино с соседями-пенсионерами, нужно непременно взять с собой парочку мягких диванов. Не сидит же на скамейках, правда? И о внуках, конечно, нужно позаботиться. Нужно сделать им лакшери-карусель, где вместо деревянных скамеек будут стоять настоящие кресла. Вот ж действительно, если человек стремится к комфорту, то остановить его не может ничто. Даже если стены вашего дома сделаны из соломы, никто вам не запретит установить кондиционер. Так уж повелось, что если говорит важный человек, то он непременно должен стоять на ковре. Даже если выступление проходит посреди поля, ковер все равно остается обязательным условием. Вот. А вы думали, для чего нужен балкон в квартире? Конечно, чтобы превратить его в бассейн. Вот соседи снизу удивятся, а когда балконная плита не выдержит, и все это счастье рухнет вниз. Перед вами деревенский уличный туалет высочайшего класса. Обратите внимание на это пушистое сидение и отделку коврами по всему периметру. Именно так выглядит настоящий деревенский комфорт. Если уж смотреть на футбольный матч, то только из вип-зоны. А если денег на билеты нет и не предвидится, то место себе можно соорудить из любой кофты. Что определяет настоящий комфорт в любом транспорте? Правильно, подлокотник. Так почему бы не установить его рядом с водительским сидением? Вот скажите, какая самая удобная обувь? Ну, тапочки же, правильно? Теперь скажите, почему все не ходят в тапочках? Ведь это же комфортно! Ну, конечно, выглядит немного странно, но это совсем уж мелочи. А вы знали, что в междугородних автобусах бывают места повышенной комфортности и располагаются они в багажном отделении? Не знаю, кому пришло в голову повесить там пару гамаков, но идея была гениальная. В метро тоже можно устроиться, ничем себя особо не ущемляя. Берите с собой ноутбук, попкорн, теплый плед и смотрите себе любимый сериальчик всю дорогу. Ну да, это бутербродики. А что? Там еще под столом ведро с чаем стоит, ну, чтобы постоянно на кухню не бегать. А вам тоже доводилось видеть такие места для кондуктора? Это сидение больше напоминает небольшие апартаменты, и, кажется, кондуктор здесь живет постоянно. Ну, не получилось в этом году поехать в отпуск. Что теперь, плакать что ли? Лучше превратить крышу собственного дома в небольшой санаторий, поставить там бассейн, кресло, постелить ковры. Главное, чтобы соседи не узнали, а то тоже так отдыхать захотят. Вот бывает, выйдешь на балкон, любуешься пейзажем, а тут, как назло, в туалет приспичило. Но не бежать же из-за этого через всю квартиру до туалета. Гораздо удобнее поставить писсуар прямо на балконе. Неужели вы думали, что кошкам комфорт требуется меньше, чем людям? Например, у этой кошки есть свой собственный балкон, а чтобы солнышко не напекало, ей выделили персональный зонтик. Я не представляю, за счет чего ездит этот странный агрегат, но я себе тоже определенно хочу передвижное кресло с телевизором. Пока одни невесты стремятся произвести на всех впечатление на свадьбе изяществом своего образа, другие не заморачиваются и думают о своем комфорте, поэтому невеста в кедах уже никого не удивляет. Вы что, серьезно предлагаете принимать душ стоя? Это еще зачем, если можно удобненько сесть. Если человеку очень сильно нужно обустроить себе рабочее место, ему ничто не помешает с комфортом устроиться даже в вагоне метро. Если вам тоже доводилось видеть, как люди ценят свой комфорт, присылайте фотографии по ссылкам в описании. Ну а почему бы, собственно, и нет? Кто сказал, что ванная плохо заменяет постель? По-моему, это гораздо удобнее, чем спать на полу. А эти ребята умеют устроить себе комфортный перерыв в работе. Вам когда-нибудь приходило в голову, что тачки отлично заменяют кресло? Если кто и понимает в комфорте, это кошки. Когда они оказываются на курорте, свободных лежаков можно уже и не искать. Хвостатые любители удобства уже их все заняли. Место для вип-персон в трамвае. Первый раз вижу, чтоб в трамвае можно было прилечь, да еще и любоваться при этом в панорамное окно. Когда стоишь в пробке уже третий час и финала этому безобразию не видно, самое время вспомнить, что у тебя в багажнике завалялся гамак. Почему бы не подремать, пока остальные не решат, что уже всем пора ехать? Когда человек хочет мыться в комфортном душе, его ничто не остановит, даже отсутствие воды. Достаточно просто поставить душ на улице, а ему на крышу поставить бочку. Когда вы долго сидите за столом, у вас тоже возникает проблема, куда бы деть ногу. Вот, берите идею на заметку. Нога отлично помещается в ящике стола. Ну что, у вас еще есть вопросы, для чего нужно заниматься йогой? Естественно, чтобы была возможность спать в подобной позе прямо в общественном транспорте. И при этом, заметьте, никому не мешать. Еще йога помогает превратить любую кровать в настоящий рабочий офис. Согласитесь, гораздо приятнее сидеть на собственной кровати, чем на стуле. Когда человек знает толк в комфорте, это видно сразу, потому что только он может притащить на рыбалку кровать. Хм, знаете, если взять с собой на рыбалку такой запас провизии, непосредственно ловля рыбы отходит на второй план. Он же может три дня к берегу не причаливать, пока все не съест. Перед вами осел повышенной комфортности. Сомневаюсь, что он счастлив таскать на себе не только людей, но и кресла, однако, боюсь, его мнение не спросили. Если сударь изволит принять ванну, то ему ничто не помешает. Ни палящее солнце, ни отсутствие воды, ни даже то, что саму ванну еще не установили на место. Если уж отправляешься отдыхать на природу, не стесняйся, бери с собой все, к чему привык. В первую очередь, разумеется, телевизор. Ну и все, что к нему прилагается. Колонки, диван, ковер. Ну, чтобы все было как дома. Вы когда-нибудь видели на дорогах газель-кабриолет? Однако такая существует для любителей с комфортом осматривать окружающий пейзаж. И чтобы никакие окна при этом не мешали. А пока на этом все. Подписывайся на канал и присылай мне свои интересные фото. Все ссылки очень комфортно расположились в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok